К ней же письмо второе. Хотя и того письма, которое недавно пришло к твоей благопристойности, достаточно было, чтобы успокоить горючесть в твоей скорби, но так как властная сила уныния весьма изнурила тебя, то я счел необходимым к первому письму присоединить и второе, чтобы ты могла воспользоваться изобильным утешением и чтобы свое здоровье на будущее время не подвергалось опасности. Итак, сюда. Я хочу рассеять пепел твоего уныния, прибегнув к другим средствам. Хотя я и думаю, что уныние изгнойные раны и опухоли превратилось в пепел. Однако даже и при таких обстоятельствах не следует пренебрегать заботой о твоем здоровье, потому что и пепел, если тщательно не сдувать его, наносит вред самому лучшему из членов, мутя прозрачность глаза и расстраивая все зрение беспечного человека. Итак, чтобы не случилось того же и здесь, уничтожен старательный остаток зла. Но и ты восстань и протяни нам руку, потому что, как обычно случается с телами больных, что уничтожается всякая польза для здоровья, если врачи будут исполнять свой долг, а те не станут выполнять требуемого от них. Так обыкновенно бывает и с душою. Чтобы этого не случилось, старайся же и ты, исподобающей тебе рассудительностью, содействовать нам со своей стороны, чтобы таким образом польза происходила с обеих сторон. Но, может быть, ты скажешь, я желаю, но не могу, потому что не в состоянии удалить от себя густое и мрачное облако уныния, даже и при упорной настойчивости. Это только отговорка и предлог. Я знаю благородство твоего ума, знаю крепость твоей богобоязненной души, знаю обилие рассудительности, силу любомудрия, знаю, что тебе достаточно только приказать свирепеющему морю уныния, чтобы все сделалось спокойным, а чтобы это стало для тебя более легким, скажем и мы со своей стороны содействие. Как же именно будешь ты в состоянии легко сделать это? С одной стороны, обдумывая все заключающееся в первом письме, потому что многое в нем сказано нами ввиду этого предмета, с другой делая вместе с тем и то, что я теперь приказываю. Что же именно? Когда услышишь, что одна из церквей пала, а другая колеблется, третья заливается свирепимыми волнами, иная претерпела другие непоправимые бедствия, одна взяла волка вместо пастыря, другая морского разбойника вместо кормчего, третья палача вместо врача, то хотя скорби, потому что не должно переносить этого без боли, но скорби так, чтобы печаль не переходила должных границ. В самом деле, если в тех делах, в которых мы сами погрешаем, и в которых имеем дать отчет, излишний скорбь не необходима и небезопасна, напротив, даже очень пагубна и вредна, то еще более излишне и напрасно, и сверх того сатанинское и пагубное для души дело, малодушествовать и сокрушаться о погрешностях других. И чтобы знать тебе, что излишняя скорбь действительно дело сатаны, я расскажу тебе древнюю историю. Один коринфский муж, причастившийся святых в вод и очищенный через таинство крещения, получивший участие в страшной трапезе и сделавшийся участником всех вообще наших таинств, а многие говорят, что он занимал даже место учителя. После этого священного введения в общение таинств, после того, как был допущен ко всем неизреченным благам и занимал в церкви первые ступени, согрешил тягчайшим грехом. Посмотрев нечестивыми глазами на жену своего отца, он не остановился на этой бесчестной похоти, но привел свое необузданное желание даже и в действие, и то, на что он отважился, было не только блуд, но и прелюбодеяние. А лучше сказать, дело гораздо более тяжкое, чем и прелюбодеяние. Поэтому блаженный Павел, услышав о преступлении и не в силах будучи дать свойственное греху и надлежащее имя, иначе показал тяжесть этого беззакония, говоря, у вас появилось такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников. Не сказал и нетерпимо, но и не именуется, желая показать крайнюю степень этого беззакония. Он предает его дьяволу, отлучает от всей церкви и не дозволяет, чтобы он с кем-нибудь участвовал в общей трапезе. С таковым, говорит он, не следует и есть вместе. Наконец проникается духом ревности, требуя для грешника высшие меры наказания, воспользовавшись для этого в качестве палача сатаною, чтобы через этого последнего измождить плоть преступника. И однако тот самый Павел, который отсек грешника от церкви, не позволил ему даже участвовать с кем-нибудь в общей трапезе, повелел всем плакать за него. Вы, говорит, разгорделись вместо того, чтобы плакать, дабы избавлен и изъят был из среды вас, соделавший такое. Отовсюду изгонял его, как какую-нибудь заразу, закрыл для него доступ ко всякий дом, предал сатане, требовал для него столь великого наказания. Этот самый Павел, когда увидел, что он поражен скорбью и раскаялся в своем грехе, и что самыми делами свидетельствует об отречении от греха, и сам так опять изменился, что тем, кому предписывал вышесказанное, дал затем противоположное приказание, в самом деле сказавший «Отсеките», «Отвергните», «Плачьте», и «Да возьмет его дьявол», что говорит он теперь. «Докажите ему любовь, дабы не был он поглощен чрезмерной скорбью, ибо нам небезызвестны умыслы сатаны, чтобы не сделал нам ущерба. Видишь, как неумеренная скобь является сатанинским делом и произведением его коварства. Видишь, как и спасительное лекарство он делает вредоносным вследствие неумеренности. И действительно, оно становится вредоносным и предает ему, сатане, человека, когда он впадет в неумеренность. Вот почему Павел и говорит, «Ибо нам небезызвестны умыслы сатаны». Смысл его слов таков. Овца покрылась множеством шелудей. Была отчуждена от стада, отлучена от церкви, но поправилась от болезни, сделалась овцою, какой была прежде. Такова сила покаяния. Наконец, возвратилась в наше стадо. Привлечем же ее к себе всецело, примем с распростертыми руками, обхватим, обнимем, введем в единение с нами самими. Потому что, если бы мы не захотели сделать этого, то значило бы, что дьявол обманывает нас, захватывая не своего, но того, который сделался нашим, захватывая по причине нашей беспечности, утопляя его благодаря неумеренному унынию, и, наконец, сделая его своей собственностью. Поэтому-то апостол и присоединил, ибо нам небезызвестны умыслы его. Так как дьявол имеет обыкновение вовлекать неосторожных в обман, даже и припосредствии того, что часто приносит пользу, если это полезное, получает недолжное применение. Если же Павел не дозволяет предаваться излишней печали, даже и ввиду допущенного греха, и при том греха столь тяжкого, но спешит, торопится, делает все и заботится, чтобы уничтожить бремя уныния, называя неумеренность сатанинскую, говорят, что она выгодна для дьявола, и есть дело его злости и бесчестных его намерений, то как же не признак крайнего безумия и сумасшествия убиваться и скорбеть из-за того, в чем согрешили другие, и за что другие же должны дать отчет, убиваться и скорбеть до такой степени, чтобы привлекать в свою душу неизреченный мрак, беспокойство, смущение, тревогу и невыразимую бурю, если же ты опять скажешь мне то же самое, что хотя и желаю, но не имею силы, то я опять скажу тебе то же самое, что это только предлог и отговорка, потому что я знаю силу твоей любомудрой души, а чтобы иным способом сделать для тебя более легкими и сопротивление этому неуместному и пагубному унынию и победу над ним, для этого опять исполняй, что я приказываю, когда услышишь, что кто-либо рассказывает об этой гибели, то быстро убегай от размышления об этом, беги к мысли о том страшном дне и размышляй о страшном седалище, о судье неподкупном, о реках огня, протекающих перед тем седалищем и шумящих сильнейшим пламенем, об изощренных мечах, жестоких наказаниях, о мучении, не имеющем конца, мраке беспросветном, тьме кромешной, черви смертоносном, узах неразрешимых, скрежете зубовным и плаче неутешным, а зрелище вселенной лучше же зрелище той и другой твари, высшей и низшей, и силы небесные, говорится, поколеблются, потому что, хотя они ничего не сознают за собою и не должны давать отчета, но созертая судимыми весь род человеческий и бесчисленные народы, предстоят там не без страха. Столь велик тогда будет страх, и так, помышляя об этом и о тех обличениях, спастись от которых, не будет никакой возможности. Тот судья не нуждается ни в обвинителях, ни в свидетелях, ни в доказательствах, ни в уликах, но все, как оно было сделано, объявляет публично и перед глазами согрешивших. Тогда не будет никого, кто явился бы и спас бы от наказания. Не помогут ни отец, ни сын, ни дочь, ни мать, ни другой какой-либо родственник, ни сосед, ни друг, ни защитник, ни деньги, ни обилие богатства, ни величие власти. Все это удалено, как пыль от ног, и один только подсудимый ожидает за свои дела или оправдательного, или обвинительного приговора. Тогда никто не судится за то, в чем согрешил другой, и лишь за то, в чем погрешил каждый сам. И так, соединивши все это, приумножив тот страх и противопоставив его сатанинской и душевредной печали, стань таким образом против нее в боевом строю, в котором и показавшись только, ты будешь в состоянии рассеять и уничтожить ее легче, чем паутину. В самом деле, печаль, это кроме того, что суетно и бесполезно, еще и очень гибельно и вредно. А этот страх и необходим, и выгоден, и полезен. И соединен с большой прибылью. Но я, впрочем, незаметно увлекся полетом слова и предложил неподходящее к тебе увещание. Ведь это для меня и для тех, которые, подобно мне, погружены во множество грехов, необходима эта речь, потому что она устрашает и возбуждает. А тебя, цветущую таким множеством добродетелей, коснувшуюся уже самого свода небес, она вовсе не может поражать страхом. Поэтому, беседуя с тобой, я обращусь к песне другого рода и стану ударять по другой струне, потому что этот страх не может поразить тебя. А если поражает, то только в такой разве степени, в какой и ангелов. Итак, перейдем к другому, а вместе с нашей речи, перейди сюда и сама ты. А именно помышляй о воздаяниях за свои добродетели, о блестящих наградах, о светлых венцах, о хороводе вместе с девами, о священных обителях, о небесном брачном чертоге, о буделе общем с ангелами, о полном дерзновении общения с женихом, о том удивительном шестве с факелами, о благах, превосходящих и слово, и ум. Не противоречь моим словам, если даже я и причислил тебя, прожившую во вдовстве, к хору тех святых дев. Ты часто слышала меня и наедине, и публично беседовавшего о том, как вообще определяется девство, и что никогда нельзя было бы воспрепятствовать тебе быть сопричисленной к хору тех дев, а лучше сказать, превзойти их в значительной степени, тебе, которая проявила великое любомудрие и в остальных добродетелях. Вот почему и Павел, давая определение девству, назвал деву и не ту, которая не знает брака и свободно от сожительства с мужем, но ту, которая печется о Господнем. 1 Коринфянам 7.34 И сам Христос, показывая, насколько важнее девство милостыни, скиптор, который ты сама крепко держишь и за который давно стяжала себе венец, изгнал из того сонма половину дев, так как они вошли без этой добродетели. Лучше же сказать, потому что не владели ею в достаточной степени, потому что масло у них было, но не в достаточной мере, а тех, которые вошли без девства, но обличены были добродетелью милостыни, принял с великою честью, называя их и благословенными Отца, и призывая к себе, дарая им участие в Царстве Своем, и провозглашая об их добродетели перед всей Вселенной, и в присутствии ангелов, и всей твари не отказался назвать их питавшими его и оказывавшими гостеприимство. Этот блаженный голос сама ты услышишь тогда, и в изобилии вкусишь эту награду. Если бы только за милостью не такое великое воздаяние, такие венцы, такое отличие, такой почет и слава, то если бы я перечислил остальные твои добродетели, какой великой милости ты заслуживала бы, ты, которая должна бы в силу этого уже праздновать, радоваться и ликовать, и увенчивать себя, а между тем убиваешь в себя печаль из-за того, что такой-то неистовствует, а такой-то не зрянулся с крутизны, и делаешь более легким нападение на твою святую душу для дьявола, которого ты до сего дня непрестанно уничтожала. В самом деле, что мог бы кто-нибудь сказать о твоем терпении, которое так разнообразно проявляется во множестве видов и образов? Какое слово опять будет у нас достаточно? Каковы должны быть рассказы, если кто-нибудь стал бы перечислять твои страдания, начиная с детского возраста до настоящего времени? Страдания от домашних, от чужих, от друзей, от врагов, от находящихся в родстве, от тех, кто ни в каких родственных отношениях не стояли, от обладающих имущество, от людей простых, от начальников, от частных людей, от принадлежащих к лиру. Ведь каждое из этих страданий, если бы кто стал излагать его только само по себе, в состоянии превратить рассказ о нем в целую историю. А если бы кто перешел к другим видам этой добродетели и стал повествовать о страданиях, причиненных тебе уже не со стороны других людей, а тобой же, то какой камень, какое железо, какой адамант он найдет непобежденными тобою? В самом деле, получив такое мягкое и нежное тело, выросшее во всяком виде роскоши, ты так преследовала его разнообразными страданиями, что оно находится теперь в положении нисколько не лучшим того, как если бы оно уже умерло. Ты зажгла в себе такое множество болезней, что стали напрасны искусство врачей, и сила лекарств, и всякие попечения, и всецело предалась непрерывным страданиям. Если же кто-нибудь пожелал бы рассказать о твоей воздержанности и терпеливости, проявлявшемся за обедом и во время ночей, то как много пришлось бы ему говорить? Впрочем, в отношении к тебе эти добродетели нельзя уже назвать ни воздержанием, ни терпеливостью. Для них нам следует искать другое, гораздо более сильное название. В самом деле, мы говорим, что тот воздержан и тверд, кто обеспокаиваемый какой-либо страстью одерживает верх над нею, тебе же не над чем одерживать верх, потому что ты с самого начала, напавший на плоть, с большой стремительностью потушила ее страсти, не обуздав коня, но связав и повергнув на землю, и заставив его лежать неподвижно. Если тогда ты вполне овладела воздержанием, то теперь владеешь, наконец, бесстрастием. Страсть к роскоши не надоедает уже тебе, и ты не трудишься, чтобы преодолеть ее, но раз навсегда истребила ее, и сделав плоть свою недоступную для нее, ты приучила свой желудок вкушать пищу и питья лишь столько, сколько нужно, чтобы не умереть и не потерпеть за это наказание. Вот почему я и называю это не постом и не воздержанием, но чем-то иным, большим этого. То же самое можно видеть и в твоем священном бодрствовании, потому что когда потушена была вышеупомянутая страсть, вместе с ней была потушена и страсть ко сну, так как сон питается пищей, ты уничтожил эту страсть и другим образом, сначала насилая самую природу, и проводя целые ночи без сна, а впоследствии в силу постоянной привычки, возведя это и на степень природного свойства, до того, что как для других спать, дело сообразность природы, так для тебя бодрствовать. Все это удивительно и изумительно уже и само по себе. Если кто-нибудь обратит внимание на время, на то, что достигло этих добродетелей в незрелом возрасте, затем на отсутствие людей, которые могли бы научить, и на множество соблазнителей, а также и на то, что все это совершалось в душе, недавно вышедшей из нечестивого дома и только что обратившейся к истине, и что все это происходило в женском теле, при том, вследствие знатности и роскоши предков, теле нежном, то какие моря чудес откроются пред ним, если он станет рассматривать все это в отдельности одно от другого? Об остальном, смиренно мудрой, любви и прочих добродетелях твоей святой души не стану. Поэтому и упоминать. В самом деле, только что я вспомнил об этих добродетелях и перечислил их, как ум мой опять заструился бесчисленными источниками, и вынуждается сказать хотя бы отчасти о видах и этой добродетели, подобно как и прежде шествующие, или лучше только об их основаниях, потому что об этом надо было бы говорить без конца. Но чтобы не уклониться от того предмета, который я решился раскрыть, я не дозволяю себе унестись в беспредельное море. Если бы теперь не было у меня назначено с корнем исторгнуть у тебя уныние, то я с удовольствием занялся бы этими речами и поплыл бы по беспредельному морю, а лучше сказать по морям, пролагая разнообразные пути, каждой твоей добродетели, из которой всякий путь рождал бы опять море. И у меня была бы речь или о терпении, или смиренно мудрее и милостыне, разнообразно проявляющейся и распространявшейся до самых концов вселенной, или о любви, одерживающей верх над бесчисленными страстями, или о безмерном благоразумии, исполненном великой благодати и превосходящем меры природы. А если бы кто желал перечислить порожденные отсюда добродетели, то он стал бы делать то же самое, как если бы кто вздумал считать морские волны. Поэтому, пробежав мимо беспредельных этих морей, я попытаюсь показать льва по ногтю, сказавши несколько слов о твоем платье, об одеждах, облегающих тебя просто и кое-как. По-видиму, это добродетель меньше остальных, но если бы кто исследовал это тщательно, то нашел бы, что она очень велика и требует души мудрой, презирающей все житейское и стремящейся к самому небу. Вот почему не только в Новом Завете, но даже и в Ветхом, когда Бог вел человеческий род посредством тени и образа, и когда образ жизни устроялся более плотки, когда не было еще никакой речи о небесном, никакого указания на будущее, никакого намека на господствующее теперь любомудрие, когда законы евреев писались в очень грубой и плотской форме, в то еще время Бог строго запрещал проявляющуюся в одеждах страсть к украшениям, говоря через пророка Исаия 3.16. За то, что дочери Сиона надменны, и ходят, поднявши шею, и обольщая взорами, и выступают величавой поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах, и звездочки, и луночки, серьги, ожерелья, опахала, увяса и запястья, и пояса и сосудцы с духами, и предвески волшебные. И будет вместо благовония зловония, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плеш, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Это тебе будет вместо украшения. Видишь, какой чрезвычайный гнев, видишь, какое сильное наказание и мщение, видишь, какой жестокий плен, отсюда догадывайся о величине греха. Потому что человеколюбец никогда не наслал бы столь тяжкого наказания, если бы грех, навлекавший его, не был еще более тяжким. Если же грех велик, то очевидно, что и добродетель, которая ему противостоит, весьма велика. Поэтому-то и Павел, беседуя с женщинами, любящими мирскую жизнь, не только отклоняет их от ношения золотых украшений, но не позволяет облекаться и в дорогие одежды. Он знал, знал ясно, что это опасная и трудно одолимая болезнь души. Болезнь, которая служит величайшим доказательством растленного ума, и для борьбы с которой нужен ум очень мудрый, что и доказывает не только женщины, следующие обыкновенному образу жизни и вступившие в брак с мужьями, из каковых ни одна без труда не оказалась послушной этому совету, но и такие женщины, которые, по-видимому, были мудры и получили в удел принадлежать к сонму дев. Многие из таких женщин, приступив к борьбе с властной силой природы и чистоте совершая путь девства, подражая в этом ангельскому образу жизни и в смертном теле показывая зачатки воскресения, потому что в том веке, говорит Христос, не женится, не выходит замуж, соревнуя бесплотным силам и в тленном теле споря с нетлением, и что для многих даже и слышать трудно, самыми делами счастливо выполняя это, отталкивая от себя похоть, как бы бешеную и постоянно нападающую собаку, успокаивая свирепеющее море и спокойно плывя среди диких волн, счастливо несясь с попутным ветром по взволнованному морю, стоя в печи естественной страсти и не будучи сожигаемы, но попирая эти угли, как грязь, многие из таких дев были постыдно и плачевно пленены этой страстью и превозмогшие большее были покорены этим пороком. 581. Действительно, девство столь великое делает и требует такого великого труда, что Христос, стоя с неба для того, чтобы сделать людей ангелами и здесь насадить высший образ жизни, не решился даже и при такой цели предписать его и возвести на степень закона. И несмотря на то, что дал закон и умирать, что могло бы быть тяжелее этого? Постоянно распинать себя и благодетельствовать врагам. Девство, тем не менее, не узаконил, а предоставил на добровольный выбор служителю, сказав, кто может вместить, да вместит. Велико, действительно велико бремя этого дела, трудность этих подвигов и пот от этих состязаний, равно как и место этой добродетели весьма обрывисто. Это доказывают и те, которые процветали многими добродетелями в Ветхом Завете. Так даже тот великий Моисей, глава пророков, приискренний друг Божий, насладившийся таким дерзновением, что мог исторгнуть от неспосанного Богом поражения 600 тысяч подлежавших наказанию, этот великий и славный муж, несмотря на то, что приказал морю и разделил воды, расторгнул скалу, изменил воздух, воду низкую превратил в кровь, воздвигал против фараона полчища жаб и саранчи, изменил всю тварь, показал другие бесчисленные чудеса и представил много примеров добродетеля, а он блистал и тем, и другим. Даже и он был не в силах посмотреть на эти состязания, но нуждался в браке, в сожительстве с женой и проистекающей отсюда безопасности. Даже и он не отважился пуститься в море девства, боясь несущихся оттуда волн. Равным образом и патриарх, приносивший в жертву сына, был в состоянии преодолеть властнейшее чувство природы и мог убить сына, и при том сына Исаака, в самом цветущем возрасте, в самую лучшую пору юности, единородного, дорогого, данного, вопреки всякой надежде, сына, который был единственной его опорой, и при том во время глубокой старости, сына, украшенного многими добродетелями, и его-то он был в состоянии возвести на гору, намереваясь на ней совершить свое дело. Построил жертвенник, сложил дрова, положил жертву, взял нож и вонзил его в гортань сына. И в самом деле, он вонзил, и этот адамант обогрился кровью. А лучше сказать, и адаманта твердейший, так как тот владеет твердостью по природе, а этот подражал естественной твердости через свою мудрость, проистекавшую из доброй его воли, и проявил своими делами бесстрашие ангелов. И все же, оказавшись в состоянии довести до конца столь великое и прекрасное состязание, как бесстрастный ангел, выступив из границ самой природы, он не отважился приступить к подвигам девства, но убоялся и сам этих опасностей, и предпочел покой, какой дает брак. Если угодно, к упомянутым лицам присоединю Иова, праведного, любящего истину, благочестивого, воздерживающегося от всякого дурного дела, этот его сокрушил уста дьявола, ударяемый, не ударяя, он опустошил весь его колчан, и постоянно поражаемый от него стрелами он выдержал всякий вид искушений, и каждый с совершенным превосходством. В самом деле, что в жизни кажется печальным и в действительности является таковым? Это по преимуществу бедность, болезнь, потеря детей, восстание врагов, неблагодарность друзей, голод, постоянное страдание плоти, обиды, клевета, истяжание дурного о себе мнения. Все это излилось на одно тело и было приготовлено против одной души. И что было еще тяжелее, все это налегло на человека неприготовленного к тому. А теми словами я хочу сказать следующее. Тот, кто родился от бедняков и воспитался в таком же рода доме, легко может перенести тяжесть бедности, так как он упражнялся в перенесении ее и привык к ней. Тот же, кто обладает великим имуществом и изобилует великим богатством, а потом сразу подвергнется изменению своей участи на противоположную ей, не может легко перенести перемены, потому что она, приключившись внезапно, человеку неопытному кажется более тяжелую. Опять, человек незнатный и родившийся от незнатных же родителей, живущий в постоянном пренебрежении со стороны других, был бы не особенно смущен, если бы его стали злословить и оскорблять, но тот, кто пользовался великой славою, кого все охраняли, кто был на устах у всех и о ком всюду громко говорили, такой человек, не спав в бесславии и ничтожествах, испытал бы то же самое, что человек, который из богата вдруг сделался бедным, равным образом опять человек, лишившийся детей, даже если бы он лишился всех их, но не в одно и то же время, имеет утешение за умерших восстающихся, и когда горе, вызванное смертью первых, прекратится, то если со временем присоединится и смерть еще следующего, это горе для него бывает уже более тихим, потому что оно приходит не тогда, когда рана свежая, но когда он уже успокоилась и исчезла, что, конечно, немало убавляет скорби, Иов увидел, что весь сон похищен у него в один миг, и при том горчайшим родом смерти, в самом деле смерть была и насильственная, и безвременная, даже время и место немало увеличивали скорбь, потому что смерть произошла во время пира и в доме, открытом для гостей, так что дом этот для них сделался могилою. Что мог бы кто-нибудь сказать о том необыкновенном, не поддающемся объяснению голоде, голоде добровольном и невольном? Не знаю, как мне назвать его, потому что не нахожу имени, которое можно бы приложить к этому виду неожиданно обрушившегося несчастья. И в самом деле он воздержался от находившейся перед ним трапезы и не касался лежавшей перед его глазами пищи, потому что зловоние от бывших на теле ран, встречаясь с желанием пищи, уничтожало это желание и самую трапезу делало отвратительной. Указывая на это, он и говорит «Отвратительная пища моя!» Иов 6-7. Сила голода заставляла ее касаться предлежавших ясту, но невероятное зловоние, происходившее от тела, преодолевало силы голода. Вот почему я и сказал, что не знаю, как его назвать добровольным, но он желал вкусить предлежавших ясту. Невольным, но пища была налицо, и никто не препятствовал вкушать ее. Как мог бы я рассказать о муках, потоках червей, остекавшем гное, об упреках от друзей, презрении от слуг? Слуги мои, говорит он, не пощадили меня от оплевания лица, об оскорблявших, нападавших него, он говорит, тех, которых я не поставил бы сапсами сад моих, а эти теперь напали на меня и дают наставления мне люди ничтожные. Тяжело и на самом деле сказать мне о главнейшем из бедствий, о вершине несчастья, наиболее давившей его, буре смятений, бывших его рассудки, вот что больше всего невыносимо давило его и чистая совесть его более всего превращала это во внутреннюю бурю, помращала рассудок и приводила в замешательство кормчиво. В самом деле люди, сознающие за собой много грехов, если и потерпят какое-нибудь несчастье, по крайней мере могут найти причину происходящего, взвешивая свои грехи и таким образом устраняя смущение, рождающееся от неизвестности. Опять, если кто-нибудь подобное испытает люди что-нибудь, не сознающее за собой ничего, но украшенное добродетелями, то, зная учения о воскресении и помышляя о будущих воздаяниях, знает, что приключающаяся им борьба служит основанием и для бесчисленных венцов. Этот же и будучи праведным и ничего не зная о воскресении, больше всего обуреваем был сомнением, не зная причины того, что испытывал и мучился незнанием ее более чем червями и страданиями. И чтобы ты поняла, что это так, обрати внимание на следующее. Когда человеколюбивый Бог счел Иова достойным того, чтобы сказать ему причину этой борьбы, сказать, что все это допущено за тем, чтобы обнаружилась его праведность, то он так ожил духом, как будто бы не испытал ни одной из тех печали, что он и выразил в произнесенных им тогда словах. И все-таки, несмотря на то, что он страдал, прежде чем понял причину, он мужественно переносил страдания и после потери всего произнес те удивительные слова «Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно было, так он и сделал. Да будет имя Господне благословенного веки!» 584. Но под влиянием любви к этому мужу я, кажется, ушел очень далеко от предложенного для рассуждения предмета, поэтому, присоединив еще несколько слов, я снова займусь тем, что мной и раньше предположено. Итак, этот столь великий и славный муж, поправший столько законов природы, даже и он не осмелился устремиться на это состязание, а насладился и жизнью с женой и взялся отцом многих детей. Столь велика трудность с детства, так высоки и велики соединенные с ним подвиги и тяжелые труды и требуют для себя большой твердости духа. И все же многие из приступивших к этому подвигу не поборолись страсти к щегольству в одеждах, но были пленены и покорены и более чем даже мирские женщины. Не говори мне того, что они не носят на себе золото, не одеваются в шелковые шитое золотом платье и не имеют украшенных драгоценными камнями ожерельев. Что всего тяжелее и что особенно ясно обнаруживает их болезнь и властную силу страсти, это то, что они всеми мерами старались и усиливались посредством простых своих одежд превзойти украшения облегченных в золото и в шелковое платье и таким образом казаться более их прелестными, занимаясь как сами они думали безразличным делом, а как показывает сущность дела гибельным и вредным и ведущим в глубокую пропасть. Вот почему тысячи уст должно провозглашать о тебе по той именно причине, что с чем бороться оказалось трудным для дев, то оказалось так нетрудно и легко для живущего в долстве, как и показано на опыте. В самом деле не невыразимы только простоте одеяния, превосходящие простоту одежд и самих нищих, дивлюсь я, но в особенности отсутствию всякой изысканности и искусственности в одежде, обуви, походке, а это все краски добродетели и звне живописующие таящиеся в душе мудрость. Одежда мужа, говорится, и ослабление зубов и походка показывает свойства его в стерах в 19.27. В самом деле, если бы ты со всей решительностью не низвергла долу и не попрала земных размышлений о блеске этой жизни, то ты не обнаружила бы в такой степени презрения к ним, не победила бы и не отогнала бы с такой силой этого тягчайшего греха. Никто да не обвиняет меня в излишней резкости слова, если я назвал этот грех тягчайшим, если этот грех иномирских еврейских женщин и в то еще время навлекся великое наказание, то какое могут получить извинения те, которые должны иметь жительство на небесах и подражать ангельской жизни, которые проводят жизнь в благодати, если они отважаются на то же самое еще в гораздо большей мере. В самом деле, когда увидишь, как дева нежится в одеждах, влечет платье по земле, за что пророк произнес обвинение, вступает гордой поступи и голосом, глазами и одеждой и готовит губительную чашу для взирающих на нее бесстыдными глазами, более и более роет ямы для проходящих мимо и отсюда расставляет селки, так как ты назовешь ее после этого девою, а не присислишь ее к женщинам-блудницам, не столько действительно последней обольщает, сколько первые, отовсюду распростирающие крылья удовольствия. Вот почему ублажаем тебя, вот почему удивляемся тебе, так как ты, освободившись от всего этого, и здесь показала образец умерщвления, не наряжаясь, но обнаруживая юношескую отвагу, не украшаясь, но вооружаясь на борьбу. Теперь, когда мы показали льва по ногтю, да и то отчасти, потому что я не раскрыл вполне и этой твоей добродетели, боясь, как я раньше сказал, войти в беспредельные моря остальных твоих добродетелей, впрочем, мы теперь и не ставили себе цели сказать похвалу твоей святой душе, а старались приготовить лекарство утешения. Снова повторим сказанное прежде. А что мы прежде сказали? Перестав размышлять о том, почему тот согрешил и почему другой впал в ошибку, помышляй постоянно о подвигах твоей выносливости в трудах, твоего терпения, поста, молитв, священных всеночных бодрствований, воздержания, милостыни, странолюбия, разнообразных трудных и частных испытаний. Помышляй, как с первого возраста до настоящего дня, то непрестанно питала алчущего Христа, напаяла жаждущего, одевала нагово, гостеприимно принимала его странникам, посещала больного, приходила к связанному. Имея в мыслях море твоей любви, которое ты открыла до такой степени, что оно с большой стремительностью достигает самых границ вселенной, потому что не только твой дом открыт для всякого пришедшего, но и повсюду на земле и на море многие воспользовались твоей щедростью, благодаря твоему гостеприимству. Объедини все это, наслаждайся и увеселяйся надеждой на будущие венцы и награды. Если же желаешь увидеть наказанными этих беззаконников, питающихся кровью и совершивших гораздо более еще тяжкие преступления, то увидишь тогда и это, подобно тому, как и Лазарь видел горящего в пламени богача. Потому что хотя вследствие различий их жизни было назначено и различное место, и пропасть разделяла их, и один был на лоне Авраама, другой в огне невыносимом, все же Лазарь и увидел его и услышал его голос и отвечал «Это тогда будет и с тобою». Если в самом деле презревший одного человека терпит такие наказания, если опять соблазнившему и одного лучше повесить себе мельничный жернов на шее и броситься в море, то соблазнивший такую великую часть вселенной истребивший столько церквей, наполнивший все смятением и замешательством, превзошедший даже разбойников и варваров жестокости и бесчеловечием и приведенный в такое крайнее неистовство их вождем, дьяволом и содействующими ему демонами, что сделали смешным и для иудеев, и для еленов то страшное учение, полное святости и достойно давшего его, потопивший бесчисленные души и причинивший по всей вселенной бесчисленные кораблекрушения, зажегший столь великий костер, рассекший тело Христа и члены его, рассеявшие во многих местах. Говорит ведь апостол, вы есть тело Христово и члены его. Впрочем, зачем я стараюсь изобразить их безумие, для разъяснения которого слово бессильно? Как к такому наказанию думаешь ты подвергнутся эти губители и кровопийцы? Если не напитавший алчущего Христа присуждается вместе с дьяволом к неугасимому огню, то подумай, какое наказание потерпят люди, предавшие голоду, сонмы монахов и дев, обнажившие одетых, не только не принявшие гостеприимно странников, но даже и выгнавшие их, не только не посетившие больных, но и измучившие их еще более, не только не обращавшие внимания на связанных, но и устраивавшие, чтобы были вернуты в темницу и разрешенные от уз. И вот ты увидишь тогда, как они будут гореть в пламени, будут зажигаемы, связаны, как будто скрижетать зубами, вопить, наконец, напрасно плакать и бесполезно и без выгоды для себя раскаивать, подобно тому, как тот богач. И они в свою очередь увидят тебя увенчанную в том блаженном уделе, ликующую вместе с ангелами соцарствующие Христу, и сильно будут призывать на помощь и плакать, раскаиваясь в тех обидах, какие они тебе причинили, принося к тебе мольбу, вспоминая о твоем сострадании и человеколюбии, и ничего уже для них более не будет. 587 но и вследствие того, что разлучена с нашим ничтожеством. Думаешь, что об этом ты постоянно плачешь и всем говоришь. Не слышим того языка, не наслаждаемся учением, к которому привыкли, и томимся голодом, и чем бог угрожал некогда евреям. Теперь терпим мы не алканье хлеба и не жажду воды, но голод божественного учения. Что же мы на это скажем? А то, что тебе вполне возможно и при нашем отсутствии беседовать с нами письмами, и мы будем прилагать старания всякий раз, как встретимся с заставителями писем, постоянно посылать тебе часто и длинные письма. Если же ты желаешь слышать наше учение в живой речи, то может быть и это случится, и ты опять увидишь нас, а вернее не может быть, а нисколько не сомневайся в этом. Напомним тебе, что мы сказали это не необдуманно и не с целью обмануть тебя и вести в заблуждение, но ты услышишь от живого голоса то, что теперь узнаешь через письма. Если же ожидание печалит тебя, то поймите, что и оно для меня не бесполезно, а принесет тебе великую награду, если ты будешь мужественна, не станешь произносить ни одного горького слова, а будешь из-за этого прославлять Бога, что ты действительно постоянно и делаешь. Перенести разлуку с любимой душой это подвиг немалый, для него нужна и очень мужественная душа и любомудрый ум. Кто это говорит? Если кто умеет любить искренне, если кто знает силу любви, тот знает, что я говорю, но чтобы нам не блуждать в поисках искреннолюбящих, а действительно это редкое явление, поспешим к блаженному Павлу, и тот скажет великой души требует он для себя. В самом деле этот Павел, совлекший с себя плоть и сложивший тело, обходивший вселенную почти обнаженной душою, изгнавший из духа всякую страсть, подражавший бесстрасти и бестелесных сил, обитавший на земле как бы на небе, стоявший вверху с херувимами, участвовавший с ними в той таинственной песне, хотя и переносил без труда все остальное, как бы страдая в чужом знание и бичевание и угрозы и смерть и побиение камнями и погружение в море и серийное наказание. Но разлученный с одной любимой им душою, он как бы был расстроен так и смущен, что тотчас и ушел из города, в котором ожидал увидеть любимого человека и не нашел его. И об этом вместе с ним знает Траада, оставленная им по этой причине. Так как она тогда не могла показать ему того, кого он любил. Пришед в Трааду для благовествования о Христе, хотя мне отверстая была дверь Господом. Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но простившись с ними, я пошел в Македонию. 2 Коринфянам 2.12 Что это? О, Павел! Заключенный в колодке, живя в тюрьме, имея отпечатлевшиеся следы бичеваний, текущей по спине кровью, ты вводил в таинство, крестил, приносил жертву и не пренебрег даже одним человеком, который должен был получить спасение. А придя в Трааду и видя, что Нива расчищена и готова принять семена, что рыбная тоня наполнена и доставляет тебе большую легкость, ты выбросил из рук такую прибыль, и несмотря на то, что по этой причине ты и пришел, пришел, говорит, в Трааду для благовестия, то есть ради Евангелия, и никто не оказал тебе противодействия, дверь, говоришь, отверстия была, ты, однако, тотчас ушел, да, говорит, потому что я был одержим силой и уныния, потому что мой дух очень смущало отсутствие тита, и печаль так овладела и осилила меня, что принудила сделать это, а что действительно он испытал это вследствие уныния, о том нам нет нужды заключать по каким-нибудь догадкам, мы можем заключать и узнать это самого уже Павла, так как он указав причину своего удаления, сказал, не имел покоя, не нашел духу моему, потому что не нашел там брата моего тита. Видишь, какой величайший подвиг быть в состоянии спокойно перенести разлуку с любимыми, с любимым человеком, и как горестно и печально это дело, как оно требует для себя души возвышенной и мужественной, 589, этот подвиг совершаешь и ты сама, но чем более велик подвиг, тем больше и венец, и блистательные награды, да будет тебе это утешением в ожидании, равно как и то, что мы опять, во всяком случае, увидим тебя изобилующей наградой за этот подвиг, увенчиваемую и осыпаемую славнейшими похвалами. В самом деле, для любящих недостаточно одного лишь соединения друг с другом душою, они не довольствуются этим для утешения себя, а нуждаются в телесном присутствии друг подли друга, и если это не приходит, то исчезает немалая доля радости. Что действительно так, это мы узнаем, если опять придем к питомцу любви. Посылая письмо македонянам, он так говорил, 1-й фессонникийцам, 2-17. Мы же, братья, бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана, и потому не терпя боли, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей. О, какая сила заключается в каждом выражении, хранящееся в его душе пламя любви он показывает с большой ясностью. В самом деле не сказал, будучи разлучены с вами или будучи отделены от вас, или расставшись, или будучи в отсутствии, но осиротевши от вас. Он отыскал выражение достаточно сильное, чтобы показать страдания его души. Хотя для всех он сам был в качестве отца, но говорит словами осиротелых детей, в незрелом возрасте, лишившихся своего родителя, желая показать крайнюю степень своей печали. Действительно, нет ничего горестней преждевременного сиротства, когда возраст не может помочь сиротам ни в каком деле, и нет людей, которые бы искренне позаботились о них, а наоборот, является внезапно множество готовых напасть и имеющих против незлые замыслы, когда сироты как агонцы бывает поставлено в середину волков, которые отовсюду терзают их и наносят удары, никто не может изобразить словом величину этого несчастья. Вот почему и Павел отыске повсюду слово, которое могло бы выразить как одиночество, так и тяжелое несчастье, употребил это выражение, чтобы показать то, что он терпел в разлуке с любимыми. Дальше он опять усиливает его непосредственно следующими за ним словами осиротевший говорит, он ненадолгое время, но ко времени часа, и будучи разлучены не мыслью, но одним только лицом, мы даже и при таких обстоятельствах не переносим происходящее от этой разлуки скорби, хотя мы имеем достаточное утешение в том, что соединены душою, что вы находитесь в нашем сердце, что мы видели вас вчера и третьего дня, однако все это не избавляет нас от уныния. Чего же ты хочешь и желаешь, скажи мне, и желаешь так сильно видеть самое лицо их, и желали видеть лицо их, и не терпя боли, восхотели остаться в Афинах одни. Что говоришь ты? Высокий и великий муж, ты, который имеешь мир распятым в себе и сам распят миру, ты, который освободился от всего плотского, стал почти бестелесным, до такой степени сделался плененным любовью, что спустился в бренную, сотворенную земли и чувственную плоть. Да, говорит, и я не стыжусь этих слов, но еще и горжусь, и ищу это потому, что имея изобилующую во мне любовь, мать, благ, и не просто телесного присутствия ищет он, но более всего желает увидеть их лицо, и потому не могши более терпеть, я решил видеть вас, и так скажи мне, ты стремишься увидеть их очи и желаешь созерцания их лица? Даже и очень, говорит он, так как весь место собрания органов чувств, обнаженная от тела душа, а сама по себе сблизившись с другой душой, не будет состояния ни сказать чего-либо не услышать, а если я буду пользоваться телесным присутствием, то и скажу что-либо и услышу от любимых, поэтому я желаю увидеть ваше лицо. Там есть и язык, который издает звук и сообщает нам о происходящем внутри нас, и слух, который воспринимает слова и глаза, живописующие душевные движения, так что при посредстве их можно лучше насладиться беседой с любимой душой. 590. И чтобы ты поняла, как он пламенеет желанием этого созерцания, обрати внимание на следующее, сказав 1 Фессалоникийцам 2.17 «Бывшие разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, потом не перенося того, чтобы его смешивали с прочими, но показывает, что он любит сильнее прочих словами такими, потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана, чем и показывает, что он старался больше остальных, он отделил себя от остальных и поставил только себя одного. Затем, так как ему не удалось прийти к Фессалоникийцам, он недовольствица письменно посылает своего спутника Тимофея, который должен был быть для него вместо писем, почему и добавляет «и потому не терпя». Какое опять благородство в выражении? Какая сила изречения, показывающая неудержимую и нестерпимую его любовь? И подобно тому, как кто-нибудь будучи сожигаем огнем и стараясь найти какое-нибудь облегчение от пламени, употребляет все средства, так и он, пламенея, задыхаясь и сгорая любовью, придумывал, насколько ему позволяли обстоятельства, возможное утешение. И говорит 3-2 «И послали Тимофея брата нашего и служителя Божия и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить вере вашей, отделивши самый необходимый член нашего собрания и променяв печаль на печаль, а что он нелегко переносил отсутствие Тимофея, а избрал себе эту великую печаль из-за них, это он показал словами «И я лучше решил остаться один». О, душа, совершенно притворившаяся в самую любовь, как только был разлучен с одним братом, уже говорит, что сделался одиноким, и это тогда, когда имел с собой многих других. Вот об этом постоянно заботься и сама, и чем это дело для тебя мучительнее, тем более считай его полезным, если переносишь с благодарностью. Ведь не только наносимые телу удары, но и страдания души приносят неизреченные венцы, и душевное страдание даже больше, чем телесное, если поражаемое переносит с благодарностью. Подобно тому, как если бы ты мужественно переносила терзание и бичевание тела, прославляя за это Бога, то получила бы и большое вознаграждение, так точно из-за этих страданий души и ожидай теперь великих воздаяний. Ожидай же и того, что во всяком случае ты опять увидишь нас, освободишься от этой скорби и получишь происходящее из печали большую прибыль. И тогда, и теперь. Этого достаточно тебе для утешения, лучше же не тебе только, но и кому угодно, хотя бы ты был безумный и имел каменную душу. А где столь великое благоразумие, где такое богатство, богобоязненности и высота мудрости и душа, презревшая блеск житейских благ, там легче и уход за болезнью. Покажи же и в этом твою любовь к нам и покажи, что мы через письма имеем у тебя большую силу, именно такую же, какую имели при личном присутствии. А ясно ты покажешь это, если мы узнаем, что наши письма принесли тебе некоторую пользу. Лучше же не только некоторую пользу, но и такую именно, какой мы желаем. А желаем это, чтобы ты теперь пребывала в той же самой радости, в какой мы видели тебя, живя там. И если мы узнаем это, то и сами будем наслаждаться немалым утешением в том одиночестве, в каком мы находимся. Поэтому, если желаешь и нам сообщить хорошее расположение духа, а я знаю, что желаешь и даже весьма озабочен этим, то покажите, что удалила весь ссор уныния и что живешь спокойно и дай нам эту награду за наше к тебе благожелание и любовь. А ты знаешь, ясно знаешь, что опять ободришь наш дух, если счастливо совершишь это и согласно с истиной известишь нас об этом письмом.